Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Каждое воскресенье, каждую неделю мы с вами празднуем день воскресный. Подобно тому, как в Ветхом Завете была заповедь, помни день субботний, чтобы хранить его, день, в который завершается творение, день благодарения, день покоя, день восстановления телесных жизненных сил. Потому что эта суббота была заповедана не только для людей, но и для животных домашних. Было сказано, что не делай работы никакой ни ты, ни слуга твоя, ни раб твоя, ни рабыня твоя, ни осел твой, ни вол твой и так далее. То есть понятно, что для ослов и волов время освобождалось для восстановления жизненных сил. Это был день благодарения за творение. То есть Ветхозаветная суббота – это день отдания должного творения, жизни, который Господь одарил каждого из нас, каждое живое существо. А день воскресный – это новая жизнь. Новая жизнь, которая нам тоже открывается Творцом, открывается через Его посланника, помазанника Христа по-гречески. И вот этот день для нас тоже необычайно важен, потому что перед нами, перед людьми, достигшими вот уровня после многих веков такого жизни во тьме, многих веков блуждания, когда люди по своей жизни почти напоминали, так сказать, первобытных каких-то животных, человек открывает для себя другую жизнь, открывает, что он создан не только для этого материального мира, а что перед ним какая-то будущая жизнь. В молитве Литургия Иоанна Златоуста мы говорим о том, что Господь Царство даровал нам будущее. Вот это вот замечательные слова автора Евангелия Иоанна Златоуста – Царство – будущее. И в самом деле мы видим, что вся ветхозаветная вера основана именно на будущем. Именно открытие этого будущего предстоит человеку. Потому что настоящий маленький народ, который сначала в египетском плену, потом его пленяет ассирийца, потом обилоняня, потом еще греки, персы и так далее, и тем не менее все время обетование, что вот этот народ будет царствовать, что от него произойдет спасение всем народам земли. Благословяться тебе, было сказано Аврааму, все племена земные. Именно эта весть его как-то подвигла идти за Господом. Радикально изменить свою жизнь и жить этой новой жизнью, исполнять – это удивительное поручение, которое Бог дает ему. И в сущности мы можем сказать, как и говорят многие богословы, что Бог наш – это Бог будущего. И вот это будущее, оно уже открывается в Господе Иисусе Христе. В этом потрясающем событии Христа, которое изменило весь мир. Причем изменило его не так, как нам людям представляется, надо было бы изменить, что придет мощный царь, который там прогонит злых, посадит хороших, добрых людей, расставит всех по местам, злых накажет, добрых, так сказать, благословит, и все будет хорошо. Нет. Приходит эта благая весть о том, что жить надо любовью, жить надо, вот устремляясь к этому будущему, созидая каждый свой мир уже здесь, сейчас, здесь и теперь, открывается нам событие Христа. Людям было невозможно представить себе, как это Бог может прийти и претерпеть всякое зло, быть пораженным, оплеванным, униженным и убитым, в конце концов. Но Бог это опровергает, вот этот взгляд людей воскресением. И для человека даже образ не только Бога, а образ своего Христа больше связан с образом императора. Вот сидит могущественный император, у него там слуги там всякие, он им повелевает, они вот повелевают дальше, все под порядок устанавливаются, все прекрасно и хорошо. Но особенно для первых христиан, первых веков, когда еще христианство было гонимой религией, а не государственной, для первых христиан образ Христа – это образ доброго пастыря, который душу своей полагает за овца, который возвышает небогатых, сильных и знатных, а возвышает мэтарей, грешников, блудниц там. Именно с ними он разделяет свою трапезу, именно к ним обращается в первую очередь. Он говорит, что он пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. И вот события воскресения для нас приоткрывают вот эту удивительную завесу реальности духовного мира. Потому что, как правило, мы видим мир материальный. Мир духовный от нас закрыт. И лишь иногда в каких-то событиях нашей жизни, во сне, в какой-то удивительной встрече, в удивительном переживании, мы вдруг понимаем, как в простонародье говорят, не, все, Бог, Бог-то все-таки есть. Открываем ли себя вот это другое измерение? Ну, оно потом закрывается, и нам важно хранить это воспоминание, это наше открытие, что вот именно эта духовная реальность, она существует. Именно это происходит в том событии, которое рассказывает нам сегодняшняя Евангелие. Он спрашивает, есть ли у вас какая пища? Господь приходит, воскрес, они боятся. Может быть, это дух какой-то странный, непонятный. А Господь, нет, вы можете меня ощутить, осизать. Дух плоти и кости не имеют, как меня, видите, имущие. А затем, говорит, совсем уж удивительные слова. Есть ли у вас какая пища? Слова, которые до сих пор нам, в общем-то, мало понятны. Мы можем лишь, так сказать, делать какие-то предположения. Зачем? Если он из Царства Небесного приходит к нам, воскресший, зачем живую пищу? Они подали ему рыбу, печеную часть, и от пчел сот. И взял, ел перед ними. Это потрясающий момент. Вот разрыва этой завесы между материальным и духовным миром. Он, пришедший из духовного мира, воскревший, преображенный, проходящий через закрытые двери, может брать эту пищу и есть вместе с нами. То есть, речь идет о том, что этот мир и все прекрасное, что все, что в нем есть, оно не исчезнет. Мы не должны презирать и уходить от него. Оно преобразится. Оно соединится с этим будущим Царством Воскресения. И Господь это нам показывает через этот маленький, но потрясающий эпизод. И далее, евангелист говорит, тогда открыл им ум к уразумению Писания. В чем же это уразумение Писания? А дальше поясняет евангелист. И сказал им, словами Христа говорит, так написано и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуйтесь в мертвых третий день. Действительно, в Писании есть места, где говорится именно о страдании Спасителя. Говорится о том, что он был отвержен, что молен был перед людьми. Мы ни во что ставили его муж скорби, изведавшей печали. Но именно его-то Господь и ставит Спасителем. Его-то и воскресает, в нем обитает. Он не был сотворен, как все остальное, в том числе мы с вами, а был рожден в символе веры. Мы об этом говорим, рожденного, веруем в Иисуса, рожденного от Отца, несотворенного. И вот, говорит о том, надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедно быть во имя покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Проповедно не тем, что разверлись небеса, с громой молнии пришел Вседержитель, все покаялись, все пали вниз, деваться некуда, все только покается и все. Нет, вот таким удивительным образом страдающего пастыря. Именно так действует Бог в мире. Именно так Бог дает миру свободу самому развиваться. Именно так Бог, попуская даже зло в этом мире, давая ему возможность становиться самим собой, приходить к тому будущему царству, которым мы все ожидаем, мы им нужно рассказать, что Бог – это великая тайна, великая загадка, и что Бог – это будущее. И в это будущее приходит человек через покаяние и прощение грехов. Покаяние – это перемена пути своего. Когда человек узнает Христа, вот это путь покаяния. Все очень просто. Поверить в то, что да, именно Христос нам открывает этот путь к настоящей подлинной жизни. И когда мы веруем и идем за Ним, мы получаем этот удивительный дар – прощение грехов. Каждый человек прекрасно понимает, что много-много он совершает плохого, но если он идет за Христом, то Господь ему это прощает. Если, конечно, он не повторяет, кается, даже когда человек не может от чего-то отойти, но понимает, что это плохо, и что он в будущем хочет от этого избавиться, преодолеть это, Господь уже дарует это прощение. Потому что чувство вины – одно из главных ощущений человека. А избавиться от него невозможно. Часто люди говорят на исповеди, «Я не могу себе простить того, того, того». Конечно, мы не можем. Как мы можем простить себе? Прощает нас Господь. Вот это удивительное событие, вот этот удивительный образ Бога, который нам открывается в событии Христа, это та задача, это действительно какая-то прекрасная загадка, в которую мы входим и познаем ее глубже и глубже на протяжении всей нашей жизни. Посходим к Нему, познаем нашего Господа. И в этом есть прекрасная, радостная, удивительная цель в жизни каждого человека. Аминь.